Новости Москва-Баку. Здравствуйте. Азербайджан будет использовать ядерные технологии для разминирования. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов, выступая накануне на саммите по атомной энергии в Брюсселе. Азербайджан совместно с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ изучает возможность использования ядерных технологий в работе по обнаружению мин. На национальном уровне Азербайджанская республика уже сегодня использует ядерные технологии в медицине, сельском хозяйстве и других областях. Вместе с МАГАТЭ мы также изучаем возможность использования ядерных технологий для обнаружения мин, являющихся серьезной проблемой для нашей страны. Министр сообщил, что Азербайджан и МАГАТЭ завершают проработку нового рамочного соглашения о сотрудничестве на ближайшие пять лет. В нем будет содержаться и пункт о совместном изучении вопроса использования атомной энергии при переходе страны на альтернативную энергетику. Джихун Байрамов заявил, что Азербайджан изучает возможности расширения использования ядерной энергии в мирных целях. По его словам, важно удвоить усилия по обеспечению ядерной безопасности, и Баку готов возглавить эти усилия по достижению ощутимых результатов. В этой связи отметил министр Азербайджан в рамках своего председательства в конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата намерен уделять внимание вопросу ядерной безопасности. Напомним, что азербайджанские Карабаха, восточный Зангизур за период порядка 30-летней оккупации со стороны Армении были заминированы армянской стороной. Сегодня они считаются одними из самых загрязненных минами территорий в мире. Стоит отметить, что ряд неправительственных организаций Азербайджана направил открытое письмо к участникам Брюссельского саммита по атомной энергии. В документе содержится призыв обратить особое внимание на, как отмечают подписанты письма, глобальную угрозу, исходящую от Мицаморской атомной электростанции в Армении. По словам подписавших документ, электростанция, действующая с 1979 года, находится в аварийном состоянии, а срок ее эксплуатации давно истек. В связи с этим подписанты призвали международное сообщество поднять перед правительством Армении вопрос о необходимости немедленного прекращения деятельности этой станции. Спикеры парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян впервые провели сегодня переговоры. Они состоялись в швейцарской Женеве на полях Ассамблеи Межпарламентского союза. Темой переговоров стало создание платформы межпарламентского диалога между двумя странами. Напомним о том, что председатели парламентов Азербайджана и Армении могут встретиться в Женеве, в начале февраля сообщил генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг во время визита в Баку. По его словам, он обсудил этот вопрос с властями Азербайджана и остался доволен ответом. Генсек Межпарламентского союза отметил, что данная инициатива получила мощную поддержку со стороны Баку на самом высоком государственном уровне. Мартин Чунгонг заявил, что Межпарламентский союз осведомлен о последних событиях в регионе и как организация, созданная для укрепления мира и безопасности, считает необходимым провести обсуждение со сторонами о том, как межпарламентский диалог между Азербайджаном и Арменией может способствовать решению проблемы привести к стабильности. Добавим, что вопрос создания межпарламентской платформы между Азербайджаном и Арменией, но при посредничестве России, поднимался еще в 2022 году. Так, трехсторонним заявлением российского, азербайджанского и армянского лидеров, принятым по итогам переговоров 31 октября 2022 года в Сочи, фиксируется необходимость запуска трехсторонних межпарламентских контактов, цитирую, в целях укрепления доверия между народами двух стран. Однако позже в Госдуме заявили Москва-Баку, что процесс создания такого формата на сегодняшний день испытывает трудности из-за позиций сторон по основным аспектам армяно-азербайджанского урегулирования. Лидеры Армении и Франции Никол Пашинян и Мануэль Макрон накануне провели встречу на полях саммита по атомной энергии в Брюсселе. На кадрах видно, как традиционно горячо приветствуют друг друга главы двух государств. Объятия щека к щеке перед переговорами. Заметим, что такие горячие приветствия каждый раз характеризуют встречи французского и армянского коллег. Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в ходе прошедших накануне переговоров стороны обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку, а также явно активизировавшийся диалог по углублению сотрудничества между Арменией и Евросоюзом. Затронуты шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа. Состоялся обмен мыслями о дальнейшем развитии и расширении сотрудничества Армении-Европейский союз. В целом, судя по встречам армянского лидера, Ереван в Брюсселе явно поставил на возможность обсудить то самое укрепление взаимодействия Армении и Евросоюз с западными партнерами. Среди тех, с кем провел переговоры Никола Пашинян, премьеры Швеции и Финляндии, страны, которые буквально недавно вступили в НАТО, премьер-министр Бельгии. В рамках всех переговоров была затронута тема того, что сделала Армения для продвижения по пути демократических реформ. Встретился Пашинян и с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Стороны на переговорах также обсудили армяно-азербайджанскую мирную повестку. Собеседники обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством Армении и Евросоюз. Состоялся обмен мнениями по вопросу армяно-азербайджанского мирного процесса. Была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в результате трехсторонних встреч с участием председателя Совета ЕС, премьер-министра Армении и президента Азербайджана, прошедших в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года. Напомним, что представители власти Армении в последнее время на фоне все большей политики отдаления от России озвучивают готовность получить страной статус кандидата на вступление в Евросоюз. А также стремительно взяли курс на расширение и углубление сотрудничества в области безопасности и военной сфере с государствами НАТО. На днях Армению посетил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По итогам переговоров Столтенберг заявил о готовности НАТО оказать Армении содействие в реформе армии и безопасности страны. Кстати, 5 апреля в Брюсселе пройдет встреча армянского премьера, госсекретаря США и главы Еврокомиссии. Стороны обсудят расширение сотрудничества, которое будет, цитирую, «способствовать развитию Армении». Конец цитаты. Под музыку с флагом Азербайджана, с долгожданными объятиями и слезами родителей. Именно так встречали военнослужащего вооруженных сил Азербайджана Руслана Панахова, который был задержан ранее в Армении. Так его встречали в его родном Шамкирском районе. Солдат наконец-то вернулся домой и воссоединился с семьей. Напомним, 28 февраля Руслан Панахов, заблудившись при неблагоприятных погодных условиях в Лачинском районе, перешел условную границу и был задержан армянской стороной. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Панахова по обвинению в якобы попытке диверсии, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также покушении на убийство на почве расовой и религиозной нетерпимости. Позже армянская сторона признала, что арестованный азербайджанский военнослужащий действительно просто заблудился. Уголовное дело было закрыто, и 5 марта служба национальной безопасности Армении передала Азербайджану военнослужащего. 21 марта вечером представители Минобороны Азербайджана доставили Руслана Панахова домой. Ранее Азербайджан и Армения договаривались возвращать заблудившихся военнослужащих в случае, если то, что они именно заблудились, будет доказано. В декабре прошлого года между двумя странами состоялся обмен ранее задержанными военнослужащими. Армения вернула тогда Баку двух азербайджанских военнослужащих Гусейна Ахундова и Ахшина Бабирова. Азербайджан в свою очередь передал Еревану 32 армянских военных. Жители оккупированных Армении азербайджанских сел в Газахском районе стали покидать их. Об этом сообщают армянские СМИ. Происходить это стало после того, как премьер Армении Никол Пашинян 18 марта встретился с жителями одного из оккупированных сел в Аскепар, в азербайджанской интерпретации Аскепара, и дал им понять, что селу придется отдать, припугнув новой войной. СМИ сообщают, что уже две семьи выехали, четыре готовятся покинуть село. Также сообщается, что большинство большегрузных машин, привозящих товары в Армению, теперь едут в Ереван в объезд той дороги, близ которых проходят оккупированные села. Напомним, в начале марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, сопредседателя Госкомиссии по делимитации с Арменией, заявили, что четыре азербайджанских села Баганис, Айрым, Ашагы, Аскепары, Хирымлы и Гызылгаджилы подлежают немедленному освобождению. Данные села были оккупированы Армении во время Первой Карабахской войны. Согласно территориальному делению, Азербайджан они находятся в Газахском районе, согласно территориальному делению Армении, в ее Тавужской области Армении. Кроме того, в офисе вице-премьера отметили, что вопрос по еще четырем оккупированным Арменией и азербайджанским селам будет решен в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.